МОЛОХ МЕЛЕХ МОЛЕХ 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 Переводится с аврито как «царь», но по более древней устаревшей версии это название семитского божества, демона, требующего человеческих жертвоприношений. По новым представлениям название даже самого ритуала жертвоприношения. Поклонение Молоху отличалось принесением детей в жертву через сожжение. Считается, что это почитавшиеся в Эрец Исраиль, Ханаане, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети. Это божество отождествлялось саманитским мильком, божествами, в именах которых есть корень «мик», что переводится как «царь», который упоминается в Ветхом Завете, как правило в связи опять-таки с жертвоприношением детей. Культ имел свои древние месопотамские корни. Женское дополнение Молоха, «мельхет» также чувствовалось человеческими жертвами. Упоминаемый в Ассиро вавилонской мифологии Адрамелех, бог Сефарваима, имел тот же характер, как и греческий бог Кромес. В финикийских обществах и в Карфагене обучий Молоха сохранялся почти до конца первого тысячелетия до нашей эры. Особенно обширные жертвоприношения, в том числе и детей, культивировались в Карфагене, что связывает с попыткой умилостивить богов во время испытаний. Особенно почитаемой жертвой считались дети знатных родов. Из них в случаях особой опасности не совершали гекатомбы. Это торжественные жертвоприношения. Как, например, это имело место при осаде Карфагена Агафоклом. Такие гекатомбы были нередки и в обычное время. Дети клались на простертые руки идола, имевшего лицо тельца, внизу которого горел костер. Лопли сгораемых детей заглушались плясками и звуками ритуальной музыки. Деодор Сицилийский рассказал, что жители Карфагена в виде, что их городу грозит опасность, после событий 310 года до н.э. принесли в жертву Молоху сотни своих детей, чтобы предотвратить беду. Причину последней приписывали ярости демона Молоха, гневавшегося на карфагенян, которые перестали жертвовать ему своих первенцев, заменяя их покупаемыми, то есть чужими детьми. По сообщению Деодоры, карфагеняне тогда принесли в жертву 200 детей из наиболее знатных семейств у города, которым другие граждане добровольно добавили еще 300 детей. Сам алтарь, на котором сжигали этих детей, назывался тофетом, то есть место горения. При раскопках карфагенского города Суса были найдены остатки такого тофета площадью 4 квадратных километра. Вы можете представить себе масштабы тех жертвоприношений. По некоторым данным, только за год было сожжено 83 тысячи детей. У карфагенян культ Молоха сохранился до времени Тиберия. Именно поэтому, наверное, и стало потом знаменитым усказывание римского сенатора Марка Порция Катона Старшего Дериндом Эссем Картажина, что переводится как Карфаген должен быть разрушен. Этот факт зафиксирован в книге Плутарха «Жизнь Катона Старшего». Употребление этой фразы было связано с тем, что Рим во время пунических войн боролся с богатым финикийским городом Карфагеном за господство на Средиземном море. Несмотря на то, что в первых войнах римляне побеждали, Карфаген очень быстро восстанавливал свою мощь. В итоге, во время Третьей Пунической войны, Карфаген был взят римлянами, разграблен жителей либо убитой, либо продан в рабство. Сам город был разрушен. Место, где он стоял, проклято и засыпано солью. Вот так слова Катона Старшего стали реальностью. По разным версиям, остатки той самой Карфагенской империи впоследствии рассеялись по земле и племена древних ацтеков, прошу не путать с майя, также являются их прямыми потомками, которые до прихода Колумба также культивировали повсеместно обряды человеческих жертвоприношений. Мы привыкли смотреть на историю человечества как на какой-то пережиток, который в наш просвещенный 21 век, по мнению большинства, уж точно не актуален в человеческом социуме. Но я не случайно начал этот свой сюжет именно с истории древних империй. Это была лишь прелюдия к основной моей теме. В середине января 2021 года в столице Туркменистана были проведены отборочные соревнования по борьбе среди юношей, на которых первое место по праву завоевал подросток 14 лет Сулейман Турсунбай. Сразу же после этих соревнований молодого чемпиона избивают до полусмерти. У мальчика были отбиты все внутренние органы. Поводом для столь жестокой расправы с ребенком послужил отказ Сулеймана проиграть эти соревнования другому участнику, который, как оказалось, является ближайшим родственником президента Туркменистана Бердмухамедова. Более того, как выяснилось позже, Сулейман Турсунбаев после этого избиения еще неделю держался за жизнь. Но власти Туркменистана, пытаясь скрыть данное преступление, запретили врачам столичной больницы оказывать ему какую-либо помощь, из-за чего 21 января тяжело больной ребенок в критическом состоянии, фактически самостоятельно был вынужден вернуться к себе домой в другую область, преодолев почти 600 км пути в более худшие условия лечения, где через несколько дней и скончался от травм, несовместимых с жизнью. Силовые структуры и государственные чиновники пытались всячески скрыть следы этого жестокого преступления, в том числе и через своих замаскированных под оппозицию пропагандистов за пределами республики, надеясь переложить всю ответственность на непричастных к этому преступлению людей или, в крайнем случае, что все удастся свести на бытовое насилие среди подростков. Но после нашего кропотливого и независимого расследования нам наконец удалось собрать неопровержимые данные о непосредственном участии в этом преступлении ближайших родственников из окружения семьи туркменского президента и его головорезов, поскольку травмы были нанесены весьма профессионально и взрослой рукой. Для начала давайте тогда начнем наше расследование с главного виновника этого преступления, которому противостоял в решающем поединке Сулейман Турсунбаев. Вот этого юношу зовут Исмаил Мухамедов. Как мы можем наблюдать, этот пятнадцатилетний теперь уже подросток, как и его наделенная властью родственник-президент, обладает множеством якобы талантов в поскачках, стрельбе и езде на многочисленных транспортных средствах. И естественно, как и президент Берда Мухамедов, он не любит, когда кто-то становится более талантливым и успешным, чем он сам. Мы можем наблюдать сами, как в нищем, закрытом и феодальном Турканистане мало у кого есть возможность жить вот так, на широкую ногу, да еще и путешествия по самым дорогим курортам, когда вся страна заперта изнутри. Чем же заслужил такие привилегии именно этот подросток, кто же является непосредственными родителями этого звездного юноши? Знакомьтесь с его отцом. Ходжо Мухамед Мухамедов, как нам объясняет Википедия, это туркменский государственный деятель, что само по себе уже смешно. В 1966 году рождения этот человек начинал свою карьеру с простого экспедитора. В 1993 он окончил Туркменский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 2005 по 2006 он уже заместитель председателя государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана. С 2006 по 2007 он уже председатель государственной товарно-сырьевой биржи. В том же 2007 с июля по ноябрь он уже председатель высшей контрольной палаты Туркменистана. С 2007 по 2013 он заместитель председателя Кабинета министров Туркмении. Одновременно с 2009 по 2011 он также временно исполняющий обязанности управляющего делами аппарата президента Туркменистана, а с 2011 по 2013 уже управляющий делами аппарата президента. Но 19 сентября 2013 года он был уволен со всех своих должностей в связи с недостойным поведением родственников. Бывший в ту пору министр внутренних дел Искандер Мурликов выступил на заседании Кабинета министров 20 сентября 2013 года с сообщением о том, что двое сыновей и некоторые из родственников Мухаммедова неоднократно устраивали драки и скандалы, в том числе и в увеселительных заведениях Ашхабада, отелях туристической зоны Аваза и в самолете. Но, несмотря на эту опалу, Мухаммедову позже удается удачно пристроить свою дочь, отдав ее замуж за ближайших родственников из окружения семьи туркменского президента. Самая интересная биография этой семьи заключается в следующем. Как сообщили нам источники, хорошо знакомые с его прошлым, в свое время Мухаммедов был простым директором или, проще говоря, смотрителем одного из торговых рынков столицы, по которому он рассекал в шлепанцах и дутых трикон. Столь стремительные карьерные метаморфозы данного персонажа связаны с тем, что старший брат Ходжи Мухаммеда по имени Танр Гули, как и он сам в свое время, весьма тесно сотрудничали с криминальными авторитетами Туркменистана, которые позже, благодаря предательству Танр Гули Мухаммедова, были расстреляны по приказу бывшего президента Миязова, то есть свои крысиные жизни они обменяли на чужие. На данный момент известно, что Ходжи Мухаммед Мухаммедов, вместе с племянниками президента, смогли прибрать к рукам почти все сферы бизнеса, торговли и природных богатств в стране. Также в руках у Мухаммедова на сегодняшний день сосредоточена почти вся силовая власть страны, а это включает в себя в том числе Министерство национальной безопасности Туркмении и остальные силовые органы. В отличие от настоящих бизнесменов, эта семейка не утверждает себя какими-либо законами или правилами, а просто тупо ворует национальное достояние республики и вывозит миллиарды за пределы страны. Более того, в самой республике многие из них прославились еще и тем, что безнаказанно и жестоко насилие понравившихся им девушек и женщин, доводя их до самоубийства или просто убивая непокорных, а также тех родственников, кто решился заступиться за честь своих дочерей, сестер и жен. С таким же наслаждением эти нелюди расправляются с любыми несогласными или талантливыми людьми нашего государства. Благодаря усилиям криминального клана Бердумухаммедовых и Мухаммедовых на сегодня народ Туркменистана дошел до своей крайней точки нищеты и бесправия на своей же собственной земле. Из-за отсутствия работы элементарных демократических свобод более 55% туркмен сегодня вынуждены подрабатывать за рубежом, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. И при этом почти никто не имеет возможности уехать или выехать из республики, поскольку цена взятки за право выезда из страны колеблется от десяти до двадцати тысяч долларов, что при зарплате пятьдесят долларов в месяц является для многих неподъемной. Сам президент Берда Мухаммедов также делает все, чтобы скрыть истинное положение дела в стране по коронавирусу, хотя по поступающим из Туркменистана сведениям каждый день от пандемии умирают сотни людей. И хотя международные гуманитарные организации пытаются оказать всяческую помощь туркменской нации, но все благотворительные пожертвования уходят в карман семьи президента, поскольку сестра Берда Мухаммедова Гуннабад Давлетова является председателем общества красного полумесяца страны. Более того, даже те, кому повезло получить вакцину от коронавируса, в один год заявляют, что данная вакцина является неизвестным и сомнительным производством, которое испытывают на людях в полевых условиях, и от которой умирает не меньше людей, чем от самого коронавируса. По сути, на сегодня в Туркменистане имеет место необъявленный и скрытый геноцид туркменской нации, который постепенно и неуклонно ведет к истреблению туркменского народа. И если мировое сообщество будет и дальше закрывать глаза на данные факты, то в самое ближайшее время туркмены навсегда перестанут существовать как нации. Вот этот талантливый и достойный ребенок был гордостью и надеждой своего народа. И единственная его вина была в том, что он был лучшим и первым по праву от Бога. «Исмаил, я уже обращался к тебе на туркменском, но сейчас хочу также обратиться к тебе и на русском языке, чтобы каждый понял смысл моего обращения к тебе». По факту, получается, что вот этот вот пацан, не имеющий и одной тысячной твоих возможностей и привилегий, но имевший талант от Бога и дух настоящего воина, тем не менее, просто пришел и сломал тебя на ковре как кролика. Он победил тебя достойно и по-мужски, но вместо того, чтобы также по-мужски принять это поражение, ты опустился до позорной мести, и руками своего паршивого лизаблюда-тренера, Сохвета Чарьярова, ты таким образом решил избавиться от виновника своего позора. Мы теперь прекрасно знаем, что именно это животное забило мальчишку до смерти. Сохвет, если бы в твоей тупой голове был хотя бы малейший просвет интеллекта, то ты бы понял, что все твое зло в итоге вернется к тебе самому, но через твоих же детей. Хотя лично я не желаю им зла, поскольку ребенок не виноват, что его отцом является такой моральный урод, как ты. Но у Всевышнего свои законы, и я видел в жизни много примеров, когда он брал свою плату с людей, самым дорогим, что у них в этой жизни было. И если для тебя твои дети значит хоть что-то, и если ты, конечно, испытываешь к ним хоть малейшие чувства, ты можешь, наверное, сам хотя бы представить, какую плату он возьмет с тебя. Ты, конечно, можешь с усмешкой наплевать на божьи законы, но от этого он не перестанет существовать. И я более чем уверен, что очень скоро ты и тебе подобные будете отвечать перед ним и рыдать кровавыми слезами за все свои преступления. А что касаемо тебя, Исмаил, то ты сам как думаешь вообще? Насколько после этого ты имеешь право называться мужчиной и тем более спортсменом? Насколько реальными и достойными после этого можно считать все твои достижения в любой области твоих интересов? Ты ведь должен понимать и сам, что отныне тебя никто не будет воспринимать по достоинству, а только из страха перед твоими всесильными родственниками. Тогда какова реальная цена твоих побед и тебя самого, как человека? Ты хоть сам-то понимаешь это? Лично для меня, как и для всех остальных людей, ты лишь дешевый клоун, изображающий из себя фальшивого чемпиона и все твои мнимые таланты настолько же фальшивы, как и у всех твоих многочисленных родственников. Типа вот этого фальшивого умника Батыра Реджепова, что решился написать свои комментарии под моим сюжетом, за что ему в принципе моя отдельная благодарность, поскольку я нашел еще одно доказательство своей правоты. Когда я зашел на его аккаунт в ютубе, то с интересом увидел вот это вот видео, где он так же, как и ты, решил похвастаться своей исключительностью. Обратите внимание, что если от других стран на этой олимпиаде присутствует множество талантливых детей, то в Туркмении там был только один человек. И этот человек, конечно же, родственник президента. Хотя наш Батырчик почему-то теперь усиленно отказывается признавать свое родство с Бердемухамедовым. Но, тем не менее, видимо, во всей Туркмении не нашлось больше других талантливых детей, кроме вот этого невоспитанного недоучки, который привык обращаться к старшим только через оскорбление, как и ко мне. Получается, что вы трусы даже на подобные олимпиады, и потому и ездите одни, что боитесь показать свою тупость на фоне остальных наших действительно талантливых детей. Вот это и есть настоящее лицо ваших моральных, умственных и человеческих качеств. И это свойство всей вашей многочисленной паршивой породы. Для каждого нормального Туркмена, для истинного мусульманина, да и просто для порядочных людей, вы все харамы и нечестивцы, у которых даже дети уже пропитаны этими нечистотами. И поэтому в конце своего сюжета мы хотели бы обратиться с вопросом к настоящему чемпиону и достойному воину Хабибу Нурмагомедову. Мы знаем о твоей дружбе с этим семейством и близком знакомстве непосредственно с Исмаилом Мухамедовым и племянниками президента. Ассаламу алейкум, Кемаль. Как дела, брат? Как здоровье? Как семья? Я скоро приеду. Только мне. Хабиб, попробуй сам себе ответить на простой вопрос. Может ли красить достойного мужчину и человека дружба с такими отморозками и негодяями? Мы понимаем, что деньги не пахнут, но ведь и ты должен понимать, что все твои заслуги и звания, добытые в честных поединках, ты своими журками меняешь на позор и бесславие. Даже просто подавая руки таким ничтожествам и отморозкам. Ты ведь должен понимать, что не имея своей популярности, ты был бы для них таким же червем и жертвой, как весь наш народ. Подумай сам, что для тебя важнее в этой жизни твоя честь или фальшивая дружба с такими негодяями. Выбор за тобой. И мы бы очень хотели, чтобы этот сюжет ты увидел бы собственными глазами и сделал свой вывод. Поскольку любое зло в итоге имеет свой бесславный конец, а вот запачканную репутацию отмыть порой невозможно. Тебе потом с этим жить и отвечать перед собственными детьми. Но в особенности перед взором Всевышнего. Как я и говорил в начале этого видео, я не случайно начал с империи Карфагена и цивилизации ацтеков. Несмотря на весь прогресс человечества, мы и сегодня, к сожалению, можем наблюдать отголоски того древнего атовизма и дикости человеческой натуры. Казалось бы, в наш просвещенный век технологий и невероятных открытий уже даже среди животных стали возможны ступени трансформации и роста разума и их мышления. Но вопреки всем законам природы и здравого смысла мы можем также наблюдать и регресс самого человека разумного обратно в первобытное состояние. Обратите внимание на их аккаунты и предпочтения в сети. Еда, роскошь и беззаботная жизнь путешественников. И ни у кого из них ведь не увидите упоминания о культуре, литературе, искусстве, хотя многие из сильных мира сего отдают предпочтение в первую очередь именно уважению и почитанию духовного и нравственного начала человека. Говоря о сильных мира сего, я в первую очередь имею ввиду тех людей, которые достигли сего благодаря своему уму, знаниям и благодаря своему вкладу в копилку человечества. Так оказалось, быть человеком задача трудная и одновременно невероятно простая, если крепко и правильно усвоить некоторые простые законы Вселенной. Например, что наличие денег не всегда означает наличие ума, наличие власти никому не дает права на вседозволенность, наличие армии подхалимов никак не означает наличие вашего достоинства и уж тем более уважение к вам. А что касаемо не стану, то по факту на сегодня мы имеем несколько обширных плодовитых племен неандертальцев с уровнем мышления инквизиции и образом жизни гопников или попросту грабителей в малиновых пиджаках. То есть, налицо наличие нового подвида полу-человека, полу-монстра с таким же половинчатым животным мышлением, который теперь и размножаться начал себе подобными. Знаете, мне искренне жалко ваших детей. Вы думаете, что делаете для них добро, но на самом деле вы уже приготовили их к жертве на кафете. Я вижу, что многие из вас и сами этого пока не понимают. Мне реально искренне жаль ваших детей, хотя бы потому, что пока ведь они и сами не понимают, в какой соблазн и грех вы их всех уже ввергли, еще не окрепших и даже еще не родившихся, в том числе. Мне искренне жалко и детей тех, кто сейчас за определенную плату или другие шкурные выгоды защищает власть имущих и также топчет свой народ. Я ведь не случайно упомянул имя Молохов. Независимо от того, во что вы верите или не верите вообще, никто из вас не сможет отрицать наличие во Вселенной какой-то другой, неизвестной нам силой. Стало быть, признавая подобное, мы должны отдавать себе отчет, что любая сила должна действовать по определенным законам Вселенной, с соблюдением соответствующего равновесия этих сил. Вы ведь помните законы физики? Если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. И этот процесс никогда не будет стабильным, пока тот, кто нарушил это равновесие, либо его сам не восстановит, либо сам же от него не пострадает. И если оглянуться в историю, то мы прекрасно все поймем, что этот механизм всегда работал исправно и без сбоев. И многие судьбы потомков, большинства полоумных диктаторов и преступников, тому также очень хорошее подтверждение. И что-то мне подсказывает, что в очень скором времени и вам, как в Карфагене, придется платить по счетам демону Молоху, и в этот раз чужими жизнями откупиться уже не получится. И жизнь, и судьба Сулеймана Трусунбаева, и те самые 28 детских жизней, которых было их. В феврале 2014 года в Марынском Галаяте во время чествования президента Бердмухамедова насмерть задавила его же собственная охрана. Они также ждут своих ответчиков и справедливого наказания для преступников. Себя-то многие из вас уже спасти не могут, но если ваши же дети для вас хоть что-то значит, то подумайте об их будущем. Не думайте, что они будут удачнее предыдущих, таких как потомки Каддафи, Саддама Хусейна, Гитлера, Сталина, Брежнева, Чушеска и других. Но в эту кассу каждый из нас будет платить по общему тарифу. И никому из вас не под силу это изменить. Всевышний не берет взяток и не подвержен соблазнам, как мы. Когда же вы это поймете? На модилах или искалеченных субах ваших же собственных детей? Поэтому мы обращаемся к каждому жителю планеты Земля, кто живет и руководствуется нравственными, божьими и общечеловеческими принципами. Кто узнал этих молодых людей в этом видеосюжете, внимательнее смотрите эти лица. Запомните, каждый из них это плоть и кровь той диктатуры, которая убивает наш народ и наше будущее поколение, наших детей. Пожимая им руки вы прикасаетесь ко всему грязному и нечестивому, что смог когда-то придумать дьявол. Прикасаясь к ним, вы сами становитесь частью этого греха и той грязи, что сидит в них уже с рождения. Поэтому мы призываем всех, давайте сообща устроим им бойкот, чтобы никому из них не было покоя среди нормальных людей. Публикуйте их снимки для общества, покажите их лица другим и проявите им свое презрение. Это лишь самое малое, чем вы можете помочь нашему многострадальному народу. И что мы все можем сотворить сообща ради самих же себя и ради нашего же будущего. И этому есть простое решение. На сегодня любая сила опирается лишь на деньги и без них любая сила ограничена своей жизнедеятельности. И чтобы эту силу заставить подчиниться общепринятым правилам, достаточно просто отключить их на время от этой общей системы финансовой деятельности. Посмотрите сами, как простой гражданин своего государства может заставить подчиниться зарвавшихся отпрысков диктаторов. И обратите внимание, они все также готовы подчиняться, но почему-то в своей собственной стране, они ни во что не ставят собственные законы и стало быть собственных граждан. Поскольку случись подобное в Туркменистане, то этого человека там же забили бы насмерть. И если они не понимают другого языка, тогда давайте разговаривать с ними на доступном для них, для их мозга, финансовом, юридическом и санкционном языке. Мы все понимаем, что каждая нация сама принимает решение на самоопределение будущего своей страны. Нынешний преступный режим Бердмухамедова лишил нашу нацию даже возможности этого выбора. Поэтому мы обращаемся ко всем на этой планете от имени всей нашей нации и просим мировое сообщество помочь туркменам всего мира, провести общенародный и общенациональный референдум о смене власти и формы правления в Туркменистане. Во избежание силового давления и запугивания населения мы хотим, чтобы этот референдум освещался как можно шире и проводился с участием всевозможных международных наблюдателей и других политических сил. Мы хотим равноправия, мы хотим справедливости, и мы хотим будущего для наших детей. Помогите нашей нации избежать истребления.